Итак, друзья, всем привет, с вами Паречка. Прямо сейчас идет и начинается уже финал турнира Queen Challenger, где будут сражаться Noxious и Life Coach. Поэтому я хочу для вас откомментировать эту игру, я надеюсь, что вам понравится. Поэтому прямо сейчас игроки настраивают свои компьютеры, и мы вот-вот увидим это противостояние за 60 тысяч долларов. Все игроки от комьюнити уже покинули этот турнир, в том числе и российские, и украинские игроки. И вот остался только игрок из Германии, Life Coach, который известен всем по своим долгим ходам, которые он обдумывает крайне долго. Но я пока вас переключу тогда на игру, а сам буду готовиться к стриму и дам немножко вам информации. Так, вот он я. Я возвращаюсь, ну и мы находимся на, собственно, эдаком, не подиуме, а сооружении, которое сделали, наверное, проекты у себя в Варшаве, в Польше, в своей студии. Я скажу, что получилось у них весьма неплохо. Ну и так, Green Challenger, Адриан Кой против Кейсима Хиладжи. Ну и посмотрим. Я так понимаю, снизу идет мулиган Life Coach, потому что только у него я видел пиктуру, ну а сверху мулиган Нокшилса. Ну и давайте. Я пока хочу... Я видел их карты, да, я просто хочу посмотреть на них, так сказать, с общей стороны. Ну вот я могу сказать, что у Life Coach очень и очень хорошая рука, ввиду того, что у него есть два медика, потому что ты всегда хочешь иметь в своей руке какие-нибудь боевые карты, а не медика. Так, хорошо, Ненеки. Ненеки пришла. Ну и если разбираться с руками обоих игроков, то можно, наверное, сделать вывод о том, что все-таки у Нокшилса рука будет поярче. У него и две эльфийские наемницы, которые могут достать заклинания, которые требуются, опять-таки, для него, чтобы удержаться в этой игре. У Life Coach же все намного хуже. У него есть только одна башня. Да, у него есть присылос, который он может найти либо Рубайлу, либо, возможно, еще одну башню, либо Трибушет. Но, насколько я помню, Трибушета у него нет. У него есть Бьянка, Лютик и Платва. Ну и сейчас ход Life Coach Адриана. Давайте же посмотрим, что он сейчас сыграет. Остается у него 14 секунд. Прошу прощения сейчас, чтобы нам это дело не мешало. Вот так вот. Ну и Life Coach играет осадную башню. Напомню, что получает она 2 единицы силы, как только любая карта становится золотой на поле боя. Ну, либо выходит на стол, либо ее золотят специально. У Нокшеса есть вариант убить эту башню сейчас через двух лучниц, сила которых равняется 5. А способность их следующая. Наносит 3 единицы урона. Соответственно, он, наверное, сейчас 2, собственно, их и использует. Да, используется первая лучница из долблатаны. Барон, он все-таки решает, да, сыграть. Ну, это весьма рисковое, знаете, предприятие, мне кажется, для него. Играет он Чура, но Чур сейчас умирает. Башня, соответственно, видите, получает бонус в виде еще двух единиц силы. И становится с единицей тройкой. Так, ну, сейчас нужно Чура убирать, мне кажется. Он уже, как видите, если посмотреть на его камеру, да, видно, что он уже стал так порядком. Наверное, после этого он, получается, сегодня сыграл два best-of-5 матча. Один из которых в финале закончился в ничью, да. Убивает все-таки он Чура. Ну, и лайф-колча сейчас перспективы все равно весьма призрачные на этот раунд, как мне кажется. Потому что, ну, посмотрите на карты у Скайтаэля, на карты у Хенсельта. Ну, это просто небо и земля. Три золотые карты. Да, получается, в сумме они оба нашли по три золотые карты, да. Но насколько эти карты хороши в первом раунде у Белок и в первом раунде у Севера, это уже другой вопрос. Ну, и используется пресс-цилла для того, чтобы найти бойца синих полосок. Итак. Собственно, как видите, вот в чем минус таких колод. Это авторская колода, да, где используется Бьянка и где используются три бойца синих полосок, которые комбинируются тут, в принципе, только с Йеннифер, да, и с Бьянкой. Ну, я имею в виду, если у тебя нет Бьянки, ты не можешь их достать никак, кроме как через разведчиков Рубайл, да, с двумя единицами силы. И, собственно, у него нету этой комбинации на этот раз, на эту игру. Хотя все время, кстати, она у него была во всех играх, он ее находил. То есть Бьянку и Йеннифер, они были у него стабильные, и вот он доставал двух этих самых полосок. Но тут используется Йорвит. Вот, на полоску, я не знаю, насколько это правильное решение. Возможно, стоит все-таки убить башню, но Нокшис, видимо, про нее совсем забыл. Теперь у Адриана появляется возможность воскресить ее с помощью медика, полевого медика. Четыре единиц силы, как вы видите, сейчас у него их в руке два. Ну и мне кажется, что вот я на самом деле уже которую игру смотрю на Челленджере, да, и я не могу понять, почему Брайан, она все время у них в руке, и ее никто не пытается как бы накачать. Так, ну сейчас, видимо, лайфкоуч хочет дать промоут, да. Посмотрите на... дает он промоут, да. Но Кшис все-таки стоило им, наверное, убить. Он почему-то решил проигнорировать и убил просто полоску. Но теперь он за это заплатит. Если у Нокшиса есть Скорч, а у Нокшиса он есть, то этот Скорч сейчас сжигает свою собственную пятерку. Мильва поднимает тоже пятерку и плотву оппонента. Вообще, давайте, если по рукам обоих игроков пройдемся, да, я поясню для тех, возможно, кто не разбирается еще в игре. У лайфкоуча сейчас есть два медика, которые воскрешают ему любой бронзовый отряд. Который у него находится в отбое. Случайный. Не любой, а случайный. У него есть также бедная пиктура. Вот три единицы силы. Она делает две своих копии, то есть суммарно это девять единиц силы. Ненеки. Еще один серебряный медик, который может воскрешать с бонусом серебряные карты. Золотая карта Шани, которая воскрешает так же карты, да, как забавно. Получаются карты, которые воскрешают карты. Но в этом весь север. Ну и Йеннифер, которая делает большую разницу в силе. Но она ставит единорога, который наносит либо две единицы урона всем юнитам, либо прибавляет две единицы силы всем юнитам. То есть надо, если у тебя больше юнитов, понятное дело, использовать ее в плюс силу, и она тогда дает огромное преимущество по силе. Ну и там была сыграна Мильва, да, была сыграна Мильва. Пятерка вернулась в руку Нокшиусу, а лайфкоучу вернулась платва. Я не могу сказать, что это был хороший ход от Нокшиуса. Он однозначно мне не очень понравился, потому что она, по сути, ему, Мильва, да, не дала никакого профита. А этот профит еще можно было, возможно, получить в каком-нибудь раунде, где лайфкоуч, например, начал бы низ карты. Так, давайте посмотрим сейчас наемница. First light. Используется способность ралли, которую достает верхнего бронзового юнита. И убивается пихтурщик. Конечно, позиции на камерах обоих игроков, они достаточно забавные. Я бы их вам показал, но хочу сейчас показать вам игру полностью. Используется медик, воскрешается боец синих полосок. Он добавляет две единицы силы всем копиям, которые находятся в колоте. То есть на данный момент, так как он уже выходил на стол и сейчас появился второй раз, бойцы синих полосок, оставшиеся в колоде, имеют по девять единиц силы. Что весьма неплохо, согласитесь. Но вопрос лишь заключается в том, сможет ли Адриан выиграть этот раунд. Потому что это, наверное, для него все-таки критично. Так, что-то произошло. Почему он куда-то, лайфкоуч, отвлекся от своей позиции, вот этой задумчивой. Что-то написал, да? Ну, зачем это, Брайан, в колоде, если ты ее так используешь? Нанести четыре единицы урона, суммарно восемь, да? Но используется на медика она. А почему он не использует тот же гром? Ну, хотя тут, с одной стороны, дилемма, да? Если он даст гром, например, бойца синих полосок, то его можно будет опять вернуть медикам. А вот это, что сейчас будет за плей, очень интересное и непонятное для меня. Неужели лайфкоуч хочет... Ага, Нокшес успел убить пиктурщика. А вот это я и пропустил. Но в итоге он все-таки... Тогда, получается, Нокшес сыграл отвратительно в этом плане. Ему, возможно, стоило наносить урон кому-то, кроме пиктурщика. Не факт, что этот кто-то был на столе. Сейчас нужно возвращаться, знаете, в прошлой игре, отматывать ее. К сожалению, я не запомнил, что там произошло. Ну и у Нокшеса есть шпион, который может дать ему карту. Но в том числе тогда лайфкоуч получит 14 сил у себя на столе. Также у Нокшеса есть еще наемница за 4 силы, которая достанет ему случайную карту, специальную, точнее особую карту из его колоды. Я сомневаюсь, что у него есть лассерейт. Поэтому он, наверное, так не хочет использовать, да? Еще есть Саския, которая может тоже сделать большое изменение по силе на столе. И вот он ее использует. Лайфкоуч сразу ее отмечает у себя, видимо, в блокнотике. Минус и плюс урон. По минус одной единице урона всем вражеским отрядам. И по плюс одной единице силы для всех своих. Ну и лайфкоуч делает золочение и огромный бонус получает сейчас осадная усиленная башня. 66 на 48. Я не знаю ни единого способа, как Нокшес сейчас может догнать Адриана по очкам. Но он решает стать шпиона и доходит чистое небо. Это явно не та карта, которую он хочет видеть у себя на топ-деке. К сожалению, он ее находит. И если сейчас еще одно чистое небо, то это просто ужасно. Просто ужасно. Ну вот заходит девятка, как я и говорил уже, боец синих полосок. Также есть у Адриана плотва в руке. Она у Нокшеса просто отвратительная рука. Сами посмотрите, у него хоть эти небеса достанут юнитов, но не факт, что у него тогда наемница достанет какое-нибудь заклинание. Потому что его, скорее всего, нет. Попросту нет. Проверяет свой отбой лайф-коуч. Нет у там особо ничего интересного. Медика 2, напомню, что у него вышло. То есть, ну то, что вышло 2 медика, это никак не мешает ему иметь большое количество силы на столе, потому что у него есть серебряный медик и еще один золотой медик. В виде Шани и Ненеки. 17 секунд остается. Но я бы, наверное, посоветовал ему все-таки плотву использовать, потому что она все равно тогда в третьем раунде так или иначе появится на столе после золотой карты. А может быть, он боится Кипра на вилле. Киприана вилле карту, которая наносит 3 единицы урона базовой силе. Ну, видимо, сейчас как раз-таки этот Кипран вилле и появится. Смотрим. У Нокшеса остался Кипран вилле и король нищих. Он, безусловно, хочет сыграть и короля нищих. Но это не имеет сейчас смысла, так как там играется Кипран и убивает плотву. Хорошо. Ну, Нокшесу надо выигрывать этот раунд, иначе он просто проиграет игру. Так, тут отличный ход от лайфкоуча в виде Ненеки. После этого воскрешения Ейвина, вражеского шпиона, который был поставлен в прошлом раунде Нокшесом, и теперь этот шпион возвращается к нему же на стол и дает Адриану карту. И какую карту? Какую карту дает он ему? Это Цири возвращается вам в руку, если вы проигрываете раунд. А этот раунд лайфкоуч будет проигрывать. Также Нокшес сейчас не может использовать заклинание сожжения, скорч на английском. Ух, даже испепеление можно его назвать. Ну и тут у нас весьма плачевная ситуация для Нокшеса. Я бы даже на месте лайфкоуча, наверное, разводил еще его на какие-нибудь карты. Не какие-нибудь, а те, которые у него остаются в руке. Ну, потому что он сейчас не может использовать скорч, так как он сжигает его же Ейвина. Что делать ему? Я бы на месте Нокшеса, конечно, сдался. Но это финал. Тут надо играть до конца. Возможно, все. Соперник может ошибиться. Играется эллифистская наемница. Оттуда достается яд Монтикоры. Но этот яд наносит всего лишь 4 единицы урона. Как мало, как мало. Но это, знаете, это мало не в том смысле, что сейчас это как-то решает. Да, это мало, потому что это, возможно, не то, что хотел достать Нокшес. Там, по-моему, осталось еще одно чистое небо у него. Точнее, First Light. И он мог бы достать еще одного юнита, тем самым прокрутив свою колону. Но тогда иметь яд Монтикоры. Так, тут у нас сейчас будет играться, видимо, позолочение. Оно играется на бойца синих полосок. Но Адриан просто-просто разводит на карты своего оппонента. Он пытается выманить из него максимум ресурсов. В то же время Нокшес не может просто нажать пас, потому что тогда последует догон от Адриана в виде Шани и Йеннифер, которые легко дадут банально даже тоже преимущество в силе без своих способностей. Да, если он их просто разыграет, он уже догонит своего оппонента. Не говоря уже про способности этих карт, которые не менее сильные. Ну, и Нокшес сейчас, видимо, будет давать гром в своего ей вина. Я могу сказать следующее, что, видимо, Лайфкоуч сейчас выиграет со счетом 2-0. Я также могу отметить тот факт, что Лайфкоуч выиграет в третьем раунде при любых обстоятельствах, потому что у него есть Шани, ну, играется Йеннифер с единорогом на снижение силы на 2 единицы. Как видите, у Лайфкоуча ничего не отнялось в виде силы, потому что у него и нет бронзовых юнитов на столе. Он просто снял 10-1 силу оппонента, играется наемницей, боже мой, сейчас просто Адриан может нажать пас. Ну, очевидно, что он может нажать просто пас и выиграть так или иначе, да, потому что даже если ничья по правилам Гвинта, а у игрока уже есть половинка короны, то он выиграет. Да, и Нокшес просто в замешательстве, он не понимает, что делать, он сжигает свой 13, показав тем самым этот скорчь, и Лайфкоуч ведет 1-0. Хорошая победа от Адриана. Его Хенсельт покидает этот турнир, и больше мы его не увидим. У Нокшеса же дилемма, стоит ли ему и дальше продолжать играть на скейт-аэлях, или, может быть, взять какую-нибудь другую свою колону. Как мы видим, сейчас Лайфкоуч смотрит на Крахан Крайт, а игроки начинают поиск игры. Задумчивые оба они. Идет мулиган. Да, я был прав. Лайфкоуч взял с Келлиги, но Нокшес продолжает играть на скейт-аэлях. У Лайфкоуча весьма своеобразная колода с Келлиги, которая основана не только на понижении силы у своих юнитов, и как у того же, например, Пронео, у него есть два просто диких медведя, которые снимают одну единицу силы любому юниту. Любому, точнее, не любому юниту, а только бронзовым и серебряным отрядам, которые не являются золотыми при вставлении на стол. Так вот, у Лайфкоуча, насколько я знаю, этих медведей нет. Но у него есть другие карты, а именно бойцы, точнее, воины Анкрайт. Собственно, те же воины, которые появляются со способностей его лидера, Крахан Крайта, да, только тут они у него присутствуют еще и просто так. Так как все-таки очень сильная карта является, имеет 9 единиц силы, и при выходе на стол теряет одну единицу силы. Но к третьему раунду она получает с 9 единиц уже 11. И при вставлении на стол это такая смелая десятка, которая имеет заранее эффект со сниженной силой, то есть синергирует с его картой Варкрай, которая сейчас находится у Адриана в левом углу. Вот две самые левые его карты. Ну, Нокшеса опять неплохой старт. Есть Кипранвили. Насколько я помню, у Лайфкоуча есть платва. А Кипранвили это карта, которая, собственно, и используется для того, чтобы убивать платву. Возможно, сейчас стоит дать гром в этого самого Берсерка, чтобы его не раскрыл Лайфкоуч. Либо же дать Йорвита. Ну, так вижу это я, потому что давать лучниц из долб Блатана это решение весьма посредственное. Ну, используется Йорвит. Вылетает платва из колоды. И Нокшеса преимущество 10 очков. Что же будет играть Адриан? Вопрос в том, что у него рука весьма пассивная. У него не имеется еще медведей. Но у него имеется возможность вернуть того медведя, который только что стоял на столе, с помощью жрицы Фреи. Это карта, которая очень похожа на медиков Северных Королевств, которых мы видели в прошлой игре. Ну, и Адриан пользуется этой возможностью. Очень он уж хочет этого медведя раскрыть. Он понимает, что это будет весьма мощный ход с его стороны. И тогда у него будет задел в виде этого же самого медведя на следующие раунды. Но нет, Нокшес говорит ему и убивает разъяренного Берсерка в очередной раз. Ну, и что скажет Лайфкоуч на этот ход от Нокшеса? Будет ли он использовать Сигрдрифу, которая находится сейчас у него в руке? Это тоже медик на вроде Ненеки из прошлой игры, серебряный, который позволяет воскрешать серебряные карты также. Ну, и бронзовые, соответственно, тоже. Также давайте отметим то, что у Лайфкоуча есть весьма две интересные карты. Во-первых, это Гремист. Он наносит по одной единице урона всем своим юнитам. Не всем своим юнитам, по одной единице урона трем выбранным юнитам. А потом получает за это по плюс три единицы силы. Ну, то есть, как бы суммарно по две с каждого, да? И также у него есть Холгерд Блэкхенд, который отнимает по две единицы силы у трех отрядов. Либо у своих, либо у отрядов противника. И он действительно играет, Берсерка. Вопрос, а если сейчас Нокшис убьет и этого Берсерка, что будешь делать ты, Адриан? Нет, ну, конечно, всегда остаются опции в виде способности краха. Но это уже совсем другое. Ну, вот если он сейчас его раскроет, все. Это очень хорошо для него, потому что он тогда сможет его и добавить ему силы с помощью мастера бронника, мастера брони, дается сайленс, дается сайленс. Или же лок в гвинте, он так у нас называется, ребят. Лок это карта, которая, точнее не карта, это способность карты, которая блокирует что-либо у золотой карты, либо просто бронзой карты оппонента, или же даже своей карты. И плюс еще раззалачивает ее. Ну и 10-10 счет. Гремисто играть, наверное, не хочется, потому что все-таки может быть скорчь ответным. Ой-ой-ой-ой-ой. Добавляет 2 единицы базовой силы к своему разъяренному бесерку, который уже вовсе не разъяренный, и воскрешать его-то и в следующих раундах не имеет смысла, потому что ты его воскресишь. Вот он сейчас восьмерка. Из-за способности с Кельги он получит плюс 1, то есть будет девяткой. Ты его воскресишь, и если ты его раскроешь, то есть нанесешь ему хотя бы одну единицу урона, то он уже будет опять 11. Ну, то есть уже другим медведем, понимаете. Это не имеет никакого смысла. Ну, конечно, тут я, в принципе, соглашусь с тем, что ему больше и некого усилять. Там же у нас используется карта с 5 единицами силы, которая добавляет 3 единицы вашему отряду в руке. То есть это карта, знаете, которая, в принципе, она дает хорошее преимущество тебе не только на этот раунд, не только на этот раунд, да, в виде 5 единиц-то как раз-таки силы, но еще и задел на следующие раунды посредством вот этого бонуса в 3 единицы силы. Так, ну и тут Кипран Вилли играется на этого же Берсерка. Как же его хейтит. Ну, тут все еще есть замечательная способность. Да, играется лидер Крахан Крайт, играются воины Ан Крайта по 8 единиц силы каждый. Ну, и появляется синергия с Варкраем сейчас у Лайфкоуча. Очень хорошо. 40 на 30. Но Кшесу нужен Скорч. Вопрос, будет ли он его находить через наемника, либо он будет использовать свою способность и доставать оттуда либо Скорч, либо Короля Нищих, который также еще остался в колоде. А зачем? Вопрос, зачем? Ведь можно все-таки это сжечь, или он хочет сжечь что-то более сильное. Смотрите, он до сих пор не догоняет его по очкам. Соответственно, Лайфкоуч может, в принципе, даже сейчас нажать пас. Но он этого не сделает. Я объясню почему. Потому что у него в руках вот этот самый Варкрай. Ему нужно его реализовывать, иначе это две мертвые карты. Хорошо. Тут у нас идет лучник клана. Броквард, насколько я помню. Хорошо используется наемница. Чистое небо. Оттуда выходит еще одна лучница из Долботана и наносит три единицы урона. В этот раз кому? В этот раз она уносит три единицы урона. Видимо, все-таки Война Ванкрайд. Но я не знаю, за что борется Нокшес в этом раунде. Ему будет больно. Вот что я вам могу сказать в любом случае. Потому что у Адриана есть как Коралл, так и Варкрай, который добавит ему огромное количество единиц силы. Ну вот смотрите, прямо сейчас, наверное, и будет использоваться этот самый Варкрай. Удваивает силу всех ослабленных незолотых юнитов на вашей половине поля. На вашей половине поля, да? Отлично сказано. Итак, плюс... Плюс 34 очка получает, насколько я... Если я правильно посчитал, Адриан. Ну и тут играется в ответ Саския. Ну, у Нокшеса есть всегда заклинание сжечь, да? 56 на 53! Саския переворачивает эту игру, но тем самым она оставляет Лайфкоучу возможность сделать еще один Варкрай на четверку и единицу, да? То есть это может добавить ему либо еще 5 единиц силы, ну, либо у него есть Хольгерт, который он также может использовать. Ну и отнять по 2 единицы силы оппонента. Также у него есть Коралл, который использует погоду Ливень или Туман на ряд соперника. Выбранный ряд соперника. Причем только на ряд соперника. Это весьма сильно. Но у Нокшеса стоит не забывать. Есть еще все-таки Порох-то в Пороховницах. Есть и Сжечь. Есть и Эльфийская наемница, которая может достать какое-нибудь заклинание. Есть и Лучница. Хорошо. Используется Коралл на второй ряд. И Нокшес теряет все. Ну, может найти Чистое Небо. Снаемцы Чистое Небо. Используется Чистое Небо. И Нокшес 60 на 62. Ему все равно не хватает. Адриан может сейчас просто нажать пас, но я вижу, что он очень хочет забрать этот раунд. Так что для того, чтобы его забрать, ему, возможно, сейчас придется потратить еще одну карту. Ну, и все-таки, как я и сказал, Адриан решает использовать этого самого Хольгерда Чернорукого. 68 на 54. Ну, и Нокшес имеет возможность догнать его, только используя Скорч, либо сыграть Короля Нищих. И оттуда выйдет какая-то карта, которая поможет ему нанести еще... Не нанести, а получить еще преимущество в виде 14 единиц силы. Ну, кстати, Король Нищих может это сделать. Итак, у него есть Брайан, Ейвин, Король Нищих и Скорч. Он решает использовать Скорч. Минус 15 единиц. 54 на 53. Лайфкоуч решает добирать этот раунд. И не сможет он его добрать, потому что Нокшес выигрывает этот раунд, но еще не выигрывает игру. 59 на 56. Первый раунд за Нокшесом. И весьма неплохие перспективы на победу в этой игре. Что же, что же приходит, Адрена? Это не очень хорошая карта, я могу сразу вам сказать. Используется вот разъявленный Берсерк. Он его может раскрыть. Вопрос, будет ли сейчас Нокшес играть до конца? На мой взгляд, не стоит этого делать. Нокшес посудит. Но против Скеллига тянуть тоже не очень хороший вариант. Если сейчас зайдет Медик, Жрица Фрей, то все будет очень плохо. Король Нищих, Пятерка, которая выросла с трех единиц силы за два раунда. Но у Нокшеса Мильва это не та карта, которая может, наверное, камбэкнуть эту игру. Лайфкоуч действительно думает, что ему резать. Но тут, по-моему, выбор очевидный. Король Нищих, Медик, оттуда... Вот тут понимаете, в чем загвоздка? Мильва-то может сделать пользу, но вопрос, что она вернет. Ну, мне кажется, тут все-таки, видимо, 2-0 для Лайфкоуча, потому что очень хороший тапдек Короля Нищих. Это одна из тех карт у него... Вы понимаете, что у него еще было 11 карт в колоде? И посмотрите, посмотрите. Зачем он играет без терка? Почему он не играет другую карту? Он боится Скорча? Это не та карта, которую стоит бояться. Ну, что же, сейчас будет Мильва. Нокшис хочет получить больше пользы с нее и решает убить Короля Нищих. Ну да, возможно, это та цель, которую стоит убить. Он сначала подумал использовать Брайана в Жрицу, но потом понял, что это не очень хороший вариант, потому что, возможно, есть Чучело и на Короля Нищих, оно тоже будет не менее полезно. Ну и сейчас 11 возвращается в руку Адриану, а Брайан возвращается в руку к Нокшису. Вопрос, есть ли у Нокшиса еще плотва? По-моему, она есть. И сейчас здесь были либо плотва, либо Брайан. Брайан! Это еще 4 единицы урода. Возможно, именно это спасет Нокшиса. Играется 11 обратно на стол. Нокшис выставляет. Брайан, Нокшис дает яд Монтикоры, и это будет победа в этом раунде. 1-1, ребята. Друзья, какая игра. Отличная игра от обоих игроков. Я могу сказать, что профессионалы действительно не зря были приглашены на этот турнир. Брайан, Нокшис молодец. Очень большой молодец. Он очень большой молодец. Супер. Просто супер. Это действительно финал. Хороший тот финал, которого мы, наверное, все с вами ждали. Это интересные, в принципе, матчапы. Ну и лайфкоуч видно думает, где же я просчитался, что же я сделал не так. Ему возможно... Нет, он все делал правильно. Ему просто не повезло. Если бы Нокшис с Мильвы достал себе плотву, вернул себе в руку плотву, вы понимаете, Мильва возвращает вам в руку сильнейшую карту как на ваше старание, так и на старание оппонента. Если бы Нокшис у него была на 3 единицы Брайан и на 3 единицы плотва, если бы Нокшис достал плотву, то она бы ничего не сделала. А так он смог сыграть повторно Брайан и нанести 4 единицы урона плюс восстановить ту единицу силы, которую отнял ему лайфкоуч. Ну и Нокшис берет с Кельги, а лайфкоуч продолжает... Точнее, не продолжает, а хочет выиграть все-таки за колоду Островитя. Есть у него Дикий Кабан Морей. Интересная карта. Кстати, у Нокшиса тоже есть Гремис, но у лайфкоуча есть и Оквист, как вы видите снизу, потому что... Он неправильно, кстати, мулиганится, с моей точки зрения. Все-таки ему стоит, наверное, сначала замулиганить медика, да, так как он не получит его тогда в руку. Вот, ребята, это особенности гвинта, которые нужно знать, играя в него. Если вы... У вас есть повторные копии карты в колоде, и у вас, например, одна идет на выбор, и вы не хотите ее видеть, то сперва нажмите по этой карте и замените ее, тогда вы гарантированно те две, они уйдут вниз колоды, и вы их не сможете получить. Точнее, они не уйдут вниз колоды, они как бы попадут в черный список и уже больше никогда не будут у вас в руке. По крайней мере, я имею в виду на... При выборе карт в начале игры это очень важно. Ну и Нокши сыграет через два медведя. Сейчас мы их, собственно, и увидим в действии. Ну и я думаю, Адриан сыграет шестерку сразу разряженного берсерка и, собственно, разбудит его. Сейчас. Увидите, как это сделать, потому... Нет, в прошлой игре все-таки это удалось сделать, но это не... Возможно, кстати, стоило Адриану воскресить в прошлой игре другого юнита, и это бы как-то повлияло на исход. Ну, играется дракон Оквист, который через четыре хода наносит одну единицу силы всем отрядам на стороне соперника и возвращается к вам в руку. Тем самым вы как бы получаете преимущество по картам и плюс наносите урон столу оппонента. Ну и сейчас просто... Просто два медведя выставляются на стол и загвоздка заключается в том, что Адриан он либо не сможет ничего сыграть толково в плане медиков, потому что медведя их просто будут убивать. Ну вот медведь сейчас просыпается раз и наносит еще одна единица урона. На самом деле это даже помогает Лавкоушу. Ему тогда не нужно наносить урон своим юнитам. Тут играется от Нокшеса такая же ответная. Такой же ответный ход. Игроки поздно их, конечно, просто 10 из 10. как они думают. Нокшес еще, кстати, по ходу турнира во время одного из интервью после победы в первом матче он сказал, что знаете, я попробовал как Лавкоуч просто взять и сосредоточиться на игре. Блин, это действительно работает. У него получилось. И вот так вот Нокшес теперь новый Лавкоуч Гвинта. Лавкоуч известен для тех, кто может быть не в курсе за свои очень длинные ходы. Тут играется Лучник, наносит он урон только вражеским отрядам и это нормально. Нокшес видно как будто волнуется, он сидит и нервничает. Так сейчас появится платва и наносится 2 единицы урона. Только не 2 девы, только не 2 девы, наверное, думал Нокшес. Защитница из клана Друмонд. При получении урона достает копию этой карты из колоды. Как видите, не получилось у Нокшеса комбинации. Теперь у него как бы да, он их скинул одну из, по крайней мере. Но Адриен решает убить медведей Brutal Savage Wrecked. Медведи уходят. По крайней мере, если Нокшес не решит их воскресить, а воскресить он их может либо с помощью Сигрдрифа либо с помощью Короля Нищих, который достанет ему, очевидно, Жрицу Фреи, которых у него в колоде 3. Играется Защитница Оквест наносит одну из урона и видите, появляется еще одна. А если было бы их получается у него в колоде еще не одна, а две, то он бы смог сейчас нанести урон вот этой вот, которая сейчас с 5 единицами силы и достать еще одну. Ну, Адриена, видите, тут комбинация с Королем Нищих, она очень сильна во втором где-то раунде либо даже в первом раунде если тебе нужно воскресить какую-то сильную карту в том плане, что ты используешь Короля Нищих сейчас, а потом ты можешь как бы его еще раз вернуть с помощью Сигрдрифа, да, потому что она позволяет воскрешать все серебряные карты и как бы два раза достать очень много карт. Ну, сами понимаете, это большое преимущество. Тем временем у нас 22 на 20, ног сейчас немножечко ведет, но отстает на две карты. Я, кстати, даже не заметил как это произошло, а произошло это вот как раз за счет Оквиста. Я могу отметить следующий факт, что возможно Нокшесу все-таки стоит сдаться в этом раунде для того, чтобы победить в глобальной войне, в которой, к слову, у него не очень-то и много шансов, потому что все-таки медики на стороне лайфкоуча. Они у него по крайней мере есть. У Нокшеса только два их сейчас. У лайфкоуча их четыре потенциально. Вот прямо сейчас четыре. Две жрицы, одна с Игоры Дрифа и еще одна жрица с Короля Нищих. Последняя. Ну, очень сильно задумался Нокшес. Вот у лайфкоуча легкое имя, его легко запомнить. Адриан, а вот у Нокшеса я вот имя уже и забыл. Сложно. Может быть, кто-нибудь мне подскажет. используется Гремест на своих же юнитах и становится мощной силой в виде 13 единиц, но ведь все равно не догоняешь. зачем? Может быть, не стоит? Вот видно, конечно, что встал игрок из Канады. Посмотрите на него. Он просто сидит, смотрит задумчиво в экран и кажется, он понимает, что делает уже какие-то слишком грубые ошибки, но все равно продолжает играть в этом раунде. Возможно, стоит просто расслабиться и отпустить. Но дело в том, что у лайфкоуча все-таки рука, у него нету юнитов в отбое, и поэтому он не может этих медиков сейчас поставить. То есть, если он их будет ставить, он будет попросту терять карты. Очевидно, он этого делать не хочет. Используется Warcry, боевой клич и 66 на 32 моментальное изменение силы в сторону лайфкоуча просто огромное. Ну и тут может использоваться Геральт Игни, чтобы сжечь 20 единиц силы, но тогда опять-таки у лайфкоуча появится возможность вернуть этого самого медведя. Да, не 20 единиц, но 13 прошу прощения 11 будет вполне себе достаточно для того, чтобы закрепиться еще лучше на столе. 17 секунд, он решает нажать пас. 1-0 в этой игре. Первый раунд The Life Coach. Напомню, что счет по картам сейчас не по картам, в смысле по количеству карт, а по сыгранным играм. 1-1. Для победы нужно победить на каждой из своих колод. А колод всего 4, одна из них блокируется вашим оппонентом в начале, вообще в самом. Собственно, вы на ней не можете играть и вам все, что нужно сделать, это победить три раза на каждой из своих колод. Для того, чтобы сейчас выиграть любому из игроков, достаточно два раза выиграть на скеллиге и на оставшейся фракции. у Нокшеса, насколько я помню, был Родовид и Дагон. Дагона, скорее всего, заблокировали. Я, кстати, пропустил этот момент. Давайте посмотрим, потом уделим этому чуть больше внимания во время стадии между играми. Используется коронничек для жрицы Фрей и Медведь. Появляется Медведь. 12-11 сил, 18-18. Самый момент для того, чтобы нажать пас. Вот есть много карт у Лайфкоуча для того, чтобы тянуть время в этом раунде. Есть и Берсерк Семерка, которую можно раскрыть дополнительно, получив себе еще одного Медведя в отбой. Есть и тот же Оквист. И я напомню, что у него в третьем раунде будет еще возможность дать Сигардрифу и Короля Нищих. А Нокшеса, кстати, зовут Кейси. Ну, вполне возможно это и Касим звучит на русском языке. Ну, давайте будем называть его Кейси. Надеюсь, он не обидится. Ну, и Кейси решает сыграть, видимо, способность свою лидерскую. Лидерскую проявить свою способность и сыграть способность лидера. подсказывает. Подсказывает мне, что есть и второе имя у него еще. Первое имя это Кейси, а второе Александра. Замечательный вопрос. Как же все-таки? Зачем? Зачем? Ты решил разбудить медведя? Он, видимо, не успел нанести еще одну да, 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 вот он сейчас кивает головой, вы понимаете, что он хотел, наверное, сделать, он хотел второму медведю тоже нанести одну единицу урона для того, чтобы он мог использовать эффективную Геральт Игни, которая сжигает, уничтожает, вернее, любую карту, если сила в этом ряду больше двадцати. Ну, играется Оквист, выманивает, выманивает карты лайфкоуч просто. Но, возможно, то, что сейчас стоит сделать, на самом деле, я об этом не задумался, но это очень сильный ход, если Нокшис его увидит, это сыграть Кипрана на Короля Нищих, да, абсолютно верно, молодец, но он будет уже четыре единицы силы, но он все-таки еще останется. Единица силы проверяет лайфкоуч свой отбой. Да, Король Нищих все еще там. Тридцать три единицы силы, тем временем все-таки Нокшис смог закрепиться, и у него в том, у него также будет иметься вот эта комбинация в виде сигардрифа и Короля Нищих на следующий раунд. Это, получается, уже даст ему. Так, стоп, давайте посмотрим, что же тут сейчас произойдет. Уменьшает он силу своих медведей, блефуя и заставляя тем самым Нокшиса думать о том, что у него есть Варкрай в руке, который удваивает как раз-таки силу отрядов на столе. Ну и, видимо, Кейсин это съедает, наживку наживку, наживку съедает и решает убить медведя вот прям сразу. Но тут вопрос в том, хочет ли лайфкоуч просто идти до конца. Да, у Нокшиса тут есть все-таки, наверное, выход. Он просто убирает ему плотву из игры, больше она не появится. У Нокшиса, к слову, и нет уже золотых карт, но, возможно, если он там декнет, например, в третьем раунде эту самую золотую карту, то плотва в пять единиц силы уже не появится на столе. Кстати, у лайфкоуча плотва-то в отбое, правильно? Правильно. Помню. Очень много игроки проверяют свои отбои при игре на скеллиге, да, и вот эта операторская работа, она просто заставляет твои глаза, твои глаза, знаете, истекать кровью. Так и тут играется Гремест, хорошо, Нокшис идет. Слушайте, на самом деле я не уверен, что это, но, понимаете, он хочет, чтобы лайфкоуч нажал пас, да, и оставит себе комбинацию в виде Краха Анкрайта плюс Варкрая в руке, но лайфкоуч все это понимает дело и сейчас будет играть даже. Дальше. Или не будет играть дальше? Все-таки, просто если он не будет играть дальше, то тогда у Нокшиса имеется, как бы это смешно не звучало, но 32 единицы силы на следующий раунд. используется медведь. И вот сейчас перед Кейсимом стоит очень сложный вопрос. Что же ему делать? А делать ему нужно следующее, видимо сдаваться, потому что выходов тут без использования способности лидера и Варкрая у него нету. либо сейчас просто использовать боевой клич, то есть Варкрая на вот тех юнитов, которые есть на столе. Это много, да, и лайфкоуч после этого нажмет пас, но вопрос тогда, а выиграешь ли ты игру? Тут надо, наверное, на мой взгляд, либо рисковать, либо в любом случае проигрывать просто уже в следующем раунде, да, то есть не важно, что ты сейчас выиграешь, ты все равно ты знаешь, что ты проиграешь в третьем раунде, потому что ты тратишь огромное количество ресурсов для того, чтобы остаться в этом. Ну, используется Варкрая 76 на 39, я думаю, тут уже Адриан понимает, что, наверное, не нужно использовать карту, еще на одну он не своего оппонента не, как бы сказать, не разведет. Да, ну, эти просто пасы от него, сейчас у него еще и Сигарь Дрифа, и Жильца Фрейя, они все получат бонус в виде единицы силы из-за способности Скельги, и тоже Король Нищих он получит тоже еще одну, будет уже двойкой, но ему даже не надо воскрешать Короля, ему достаточно, а тут заходит Королл, тем временем, может быть, все-таки Лайфкоуч как-то ошибется, и это самое Королл выиграет Могшесу игру, но платвы у него уже не будет, а это очень-очень важно, платва, пятерочка находится залоченная, то есть заблокированная в отбое, ну, играет способность Антрайта, потому что нет смысла показывать Королл, так как все-таки если ты играешь противопного игрока, он понимает, если у тебя осталась одна способность, он знает, что это всего лишь 16 единиц сил, ну, и тут просто используется Ходгерт, нанести 2 единицы урона, третий он не наносит, так как третьего юнита нету, Нокшес понимает, да, что ему надо Королл в последний ряд давать, ну, и тут Лайфкоуч просто, если бы у него не было вот этих самых медведей, он просто дает медведя без всяких шуток, игр, и 2-1 в пользу Лайфкоуча. Флаулесс Виктори. Ну, и давайте все-таки сейчас обратим внимание, какие колоды заблокировали игроки друг к другу, я вот как-то упустил этот момент. Нокшес видно устал, он действительно устал. Мне кажется, они немножко не продумали с форматом турнира, потому что вот Нокшес так, заблокированный Нокшес Дагон, а Лайфкоуч заблокирован Брувер Гог. То есть у него есть Дагон, это одна из самых сильных его колод, я думаю, потому что ну, просто монстры на поедании своих юнитов и есть самая сильная колода на данный момент в игре, ты ничего с этим не можешь поделать, либо Скайтерели, либо монстры, с чем-то тебе придется столкнуться на турнире. Нокшес устал, это видно. Да, Кейсим, 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 Александра Кейсим, ты устал. Ну и Нокшес берет Родовида. Лайфкоуч отделяет одна игра от победы. Нокшеса две. Ему нужно выиграть и на колоде Родовида, и на колоде Скеллиге. Но он решил сейчас взять Родовида. Лайфкоуч уже достаточно выбить его на очень сильной колоде монстров. И плотва заходит, но опять же, друг мой, я уже объяснял не раз и своим зрителям на трансляциях и в целом, что нельзя так мулиганиться. Ну, в принципе, он отделался еще, знаете, малой кровью, можно сказать. Ну, а Нокшес тут будет играть, если разобраться по матчапу, он будет как раз-таки по идее играть на той колоде, которая должна разбираться с архетипом лайфкоуча. То есть монстровы напоедания, они очень сильно зависят от того, от вот этих первых ходов будет зависеть все. Если Нокшес сможет разобраться с этими отрядами, которые запускают вот этот конвейер монстров напоеданий, то тогда у Адриана просто не останется вот этого самого пара для движения его огромного поезда, который будет вести его к победе. Ну вот и сейчас первая карта в ран ворьер, в ран войн, которая через два хода поглощает юнита справа от себя. Суть на сути эта колода состоит в том, что ты используешь огромное количество карт, которые как-то связаны либо с поглощением, либо с выдачей бонусов за эти самые поглощения. Ну и сейчас может использоваться Драук, 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 друзья, для того, чтобы убить и Чура, и Плату. Драук, напомню, наносит 7 единиц урона случайных, которые тут распределяются весьма не случайно. Бум-бум-бум. Ну и Нокшес огорчен. Слушайте, видимо, Драук у айфкоуча тут по весьма понятным причинам и находится. Ну и Кейсим сейчас, наверное, хочет убить этого самого врана война. Понимаете, проблема колоды монстров в том, что против нее очень тяжело играть. Тебе нужно иметь и много силы и много карт для того, чтобы справиться с картами оппонента. А вот он как раз очень много вкладывает не просто в получение силы в первом раунде, а он очень много инвестирует в будущие раунды. Вот видите, вот этого маленького вроде бы накера 3 единицы силы, который сейчас уже стал 4 единицы силы за счет того, что карта съела другую карту. Лайфкоуч наверное хотел съесть плотву. Кстати, он ее и съел, так как она была единственной картой в отбое и у Нокшеса, теперь уже и плотвы не остается. Гуль поедает карту перманентно, то есть она больше уже не будет присутствовать в этой игре. Он просто съел сейчас эту несчастную лошадь, которая появляется при выходе золотых карт и все, все, больше ее не будет. Так вот, продолжил свой разговор, свой монолог о том, почему же так сильна эта колода, на которой сейчас играет Адриэн, ты усиляешь вот этих самых накеров, а их способность следующая, при том условии, что эта карта не была сыграна последней, либо ввиду способности монстра, то ее копия при смерти появляется на столе, копия из колоды, я имею ввиду, и получается, что ты вот ставишь одного сейчас, во втором раунде у тебя появляется новый, который также все это время усиляется, пока ты поедаешь отряды, еще в следующем раунде, последнем, в третьем, у тебя появляется следующий, и в общем, вы понимаете, да, вы очень много инвестируете не только в победу в одном раунде, а еще и в усиление своей армии, если можно так выразиться, на следующие раунды, и это делает именно эту фракцию крайне сильной и неприятной для собственно встреч против нее. Ну и у Нокшеса видимо сейчас стоит дилемма, да, что ему делать, продолжать играть, когда он вроде как выигрывает по силе, да, либо пытаться как-то доставать карты из своей колоды с помощью того же короля нищих, который достает ему сейчас разведчика еще одного, либо, насколько я понимаю, при сциллу, если тот ту использует. К сожалению, не удалось мне посмотреть за Родовидом Нокшеса в полной мере, да, то есть я видел, как он на нем играл, но как-то не удалось рассмотреть все карты в предыдущих матчах, имею в виду. Так что не могу сейчас точно сказать, использует ли он. Ну, тут играется оператор, создает копию карты в руках обоих игроков, ну и лайфхотч почему-то решает, что, наверное, Кима лучше. Кстати, у него вообще нету главоглазов, огромных главоглазов, это, ребят, та самая карта, которая заставляет эту колоду играть и побеждать. Собственно, когда у вас какая-то либо карта съедает другую, этот самый огромный главоглаз дает вам троечку, то есть маленького главоглазика, да. Соответственно, так и разгоняется вот этот вот огромный паровоз под названием монстр на поедании или пожирании. Ну и, понимаете, тут даже дело не в том, что Нокша сможет его выиграть, да, вот по картам или как-то еще каким-то образом. Тут не карты решают против этого соперника. Против этого соперника решает то, сколько у него накеров осталось в колоде, сколько сил у него перенесется на следующий раунд. Есть ли у него ключник, который, это золотая карта, которая сворует твою карту из отбоя, да, это как медик, да, только воскрешает из отбоя оппонента. Ну и вопрос, а получится, а получится ли тут потом тогда дожать этого самого монстра? Ну и Адриан играет ведьм, это, собственно, два сосединиц силы, которые вот просто так появляются на столе, совершенно случайно появляются на столе у лайф-коуча. 45 на 22, тем временем. Так, что-то с трансляцией немножко она мне подгрузилась, прошу прощения. Ну и лайф-коуч сейчас съедает просто, наверное, плотву, да, потому что она появится еще раз. Тут поедание работает не как гуль, да, не уничтожает карту, а просто отправляет ее в ваш отбой. Ну и 46 на 45. Именно то, что ей нужно было Адриану, получить хотя бы небольшое преимущество, пусть и в одно очко, да, но для того, чтобы сопернику пришлось все-таки еще отдать одну карту, еще одну карту. Возможно, стоит сейчас даже сыграть вот эту самую Киму, да, на какую-нибудь свою карту, такую слабую, для того, чтобы ее отправить в отбой. Вот, например, на ту же четверку, да, потому что разведчики уже больше тебе ничего не достанут, так как у тебя все копии имеются на руках, да, видите, у него 2-3 бушета и 2 баллиста, они на столе. А еще по одной копии этих карт имеются у него в руке. Ну, Нокшес почему-то решает съесть по листу, ну ладно. На мой взгляд, тут лучше было четверку съесть лучше, которая стоит в дальнобойном ряду, ну, и Требушета стреляет. Очень хорошая карта, которая тоже позволяет тебе играть затяжные вот эти первые раунды, да, наносит по 1 единице урона каждый ход, а когда их у тебя стоит 3, это все-таки по 3 единицы урона каждый ход, весьма и весьма приятно, скажу я вам. У лайфкоуча также, так, а вот это вот интересно, сейчас играется способность лидера у Нокшеса и он блокирует этого Накера, но, но, лайфкоуч может его разблокировать обратно, но он получается, видите, он его разблокирует, да, с помощью карты, но ничего не делает, он не получает силы, он просто использовал карту заклинания, да, спас своего Накера, но больше он не сделал ничего. К слову, если лайфкоуч хочет получить еще больше силы себе на стол, он вполне может съесть вот этим вот, вот этой вот Экимой, да, он может съесть Накера вот эту тройку и появится еще один из колоды, следующий, но у лайфкоуча их осталось всего 2, тут вопрос, он хочет выиграть в 2-0, в 2-1 эту игру, но что-то, знаете, мне все-таки подсказывает, что лайфкоуч сейчас, скорее всего, просто выиграет 3-1 у Нокшеса, очень жаль, очень интересные финалы, как по мне, и стоящие для просмотра. Почему Шани? Просто Шани используется на баллисту, не на Накера же ты сейчас будешь ее давать, потому что наносить 3 урона Накеру ты же не будешь, правильно, потому что появится еще один, 62 на 40, и Нокшес думает, что сыграв Шани он делает неплохой ход, но я могу сказать, что этот ход был весьма посредственный. Напомню, что у лайфкоуча еще остается способность лидера, а именно догона, которая может дать как погоду в любой ряд, так и использовать чистое небо для того, чтобы достать какого-либо юнита, ну не какого-либо, а верхнего бронзового юнита из колонок. 62 на 40. Если он сейчас использует Экиму, она ему не даст ничего, он просто хочет перенести 14 силы на следующий раунд, правильно я понимаю? Ой, как стреляют эти требушеты, просто два раза сейчас они попали в эту же самую Экиму, которую лайфкоуч только что поставил на стол. Ну, это, конечно, вот оно, вот оно, случайность и рандом. Ну, на самом деле это не так критично, да, но бывают ситуации, когда, например, у тебя есть идеальные, там, вот, идеальная Геральт Игни или идеальный Скорч на какие-то карты и этот требушет стреляет, там, в одну из них и получается их силы становятся равны, но сейчас отдают еще одну карту, и еще одна баллиста уходит в никуда. Лайфкоуч может дать просто аромантию в последний ряд, не аромантию, а, нет, стоп, у него стоят ведьмы, не все так просто, мой милый друг. Даже если сейчас ты даешь Кейрену, то ты получаешь три единицы силы в виде платвы, которая появляется из твоего отбоя, также ты получаешь еще, возможно, шесть или семь единиц силы в виде накера, если ты съешь, конечно, этого накера. Ну, и в принципе все, то есть Кейрена-то, по идее, и не хватает тут. И я могу сказать, что его и не хватит. Смотрите, сейчас появляется платва, да, он съедает ведьму. Он выигрывает только с использованием двух карт, а именно еще и аромантия. И знаете, вот сейчас вы, видимо, и увидите, друзья мои, вместе со мной, силу вот этих самых монстров. Почему же, лайфкоуч, ты все-таки не хочешь съесть накера, если ты собираешься выиграть Нокшуса 2-0? Сейчас пойдет погода в последний ряд, а именно линии. И Нокшус кажется, это понимает. Ему нужно нажимать пас, но, друзья мои, если он нажмет пас, он проиграет эту игру. 22 единицы силы Звартыо стоит у лайфкоуча. И хватает ли ему? 12 и 10, 22. Конечно, хватает. Аромантия в последний ряд и легкая победа в этой игре. И мне кажется, я уже знаю имя финалиста, но давайте все-таки досмотрим до конца. Используется Ливень, Ливень. 49 на 52. Три бушеты совсем чуть-чуть не достреливают одну единицу урона. Как же обидно должно быть сейчас к Эйсему? Яй-яй-яй-яй. И сейчас появляется Накер на 9, который еще один приходит. Но это не важно, на самом деле. И приходит Арахнос. Но сейчас лайфкоуч просто нажимает пас. Так, слушайте, подождите, у Нокшиса еще есть шансы. Он может еще остаться в этой игре при удачном стечении обстоятельств, а именно при таком, которым медики будут ему доставать очень хорошие карты, а именно баллисты, которые наносят 3 единицы урона. Это будет лучший вариант. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Все-таки, вот если бы сейчас лайфкоучу не зашел Накер, все бы было у него суперотлично. Понимаете, у него бы остался еще один в колоде, и тогда даже если бы Нокшис его не перебил, лайфкоуч бы просто нажал пас и достал еще и этого Накера в следующем раунде. Но так он у него в руке, и ты как бы ничего вроде и не можешь с ним сделать, да? Он вроде 9 единиц силы, а он хочет давить его до конца? Это может быть плохой идеей, я могу сразу сказать. Нокшису тогда нужно сейчас будет ставить... Ой, как же он свои глаза растирает. Видимо, он уже совсем устал сидеть в этой компьютерной игре под названием Gwent Light Coach. Решается играть огромного гологлаза. Теперь у него этот самый гологлаз. Он решает его играть. Я объясню, почему. Потому что способность монстров оставляет одну карту у вас на столе, которую вы сыграли последней, именно из руки. То есть он ее сыграл. Да, Нокшис решает играть по вэлью. Просто полное вэлью он играет Трибушет. Лайфкоуч понимает, что тут, наверное, ему надо нажимать пас, но возможно он хочет убить Нокшиса в 2-0 и сыграть Накера, но нет, нет, нет. Трибушет стреляет, отыграется. Ненеки воскрешает. Что же на короля нищих, наверное, в Присциллу? Присцилла! Чистое небо! Нет, нет, тут, наверное, надо не горячиться, не надо использовать Чистое небо. Возможно, это тебе несет разведчика, который дает 4 единицы силы. Нет, она приносит медика. Еще одна баллиста достается медикам. 3 единицы урона по Арахносу. Хорошо, и 2 медика у Кейсима остаются на следующий раунд. Это очень хорошая возможность для него выиграть эту игру и сравнять счет в этом противостоянии. 1-1 по раундам. Очень напряженный момент. Остается, остается глава глаз. Может, еще раз лайф... Ой, Йеннифер приходит. Как же хорошо, Кейсим, медик. Медик, баллиста, еще одна. Нет, плохо. Экима, это не то, что тебе нужно. Меньше юнитов для тебя. Сейчас, если сейчас не баллиста, как же все будет плохо, тогда появится вот этот глава глаз на 3. БАЛИСТА! Не, убей, убей. Убей же. Убей же. Да, да, не нужно жадничать. И Нокшас в невероятном, в невероятном. Больше не остается накеров и лайфкулчер. В невероятном противостоянии, я бы сказал, выигрывает и сравнивает счет в этой битве. 2-2. И мы сейчас увидим третью, нет, вернее, не третью, а пятую решающую игру гранд-финала Гвинт Чалленджер. Я потрясен. Нокшас тоже, видимо. он очень устал. Он очень устал. Он сегодня сыграл бестов в 5 матчей, но лайфкоуч был в тех же условиях, правда, с тем учетом, что отдохнул он чуть больше. Остаются у Нокшаса с Келлиги, а у лайфкоуча монстр на поедании с лидером Дагоном. У Нокшаса же лидер Крахан Крайд. Нокшас, видимо, компьютер очень позолит его глаза, либо там очень ярко, но мне кажется, что ему плохо. Принесите ему воды, пожалуйста. Кипран Милли на заставке как бы намекает, будет ли он сейчас у Нокшаса для того, чтобы убить Накера или нет. Кстати, лайфкоучи не используют Накера Воинов, для того, чтобы создавать копии этих Накеров. Накер Воин создает копии вот этих маленьких Накеров, которые вы видите сейчас на экране. Не могу сказать, что они замечательные, потому что они вовсе не замечательные. Так. Хорошо. Хорошо. Смотрим пока на Мулиган, но я люблю смотреть больше на целую картинку, когда ее уже видно. Это... Тима... Ой-ой-ой, лайфкоучи, если ты сейчас еще разок это сделаешь, а именно попробуешь поменять какую-нибудь карту, ты вполне возможно возьмешь себе и вторую ведьму в руку. Лайфкоуч не решает играть без Накеров. И возможно это неплохой ход, потому что, как вы видите, у Кейсима все-таки есть Кипран Вилли в руке, который наносит 3 единицы силы. А напомню, в чем как раз-таки и заключается мощь этого самого Кипрана. Вот ты ставишь Накера, да, он использует его, наносит 3 единицы базовой силы, но Накер неважно, что он получает усиление, да, у него 3 базовые силы, а вот это усиление это бонус в виде, знаете, зеленой силы, это зеленая, это не базовая, это просто именно вот сила улучшенная, да, отряда, поэтому надо ее учитывать. Надо учитывать, что базовая сила это базовая сила, и так как Кипран снимает 3 базовых, он просто убивает Накера, соответственно, после него ничего не появляется в следующем раунде. Играют за ведьмы и получают по одной дизельнице урона каждая. Ну, сейчас мне тебе жалко. Ну, вот он действительно выглядит каким-то супер уставшим, в отличие от того же лайфкоуча, я не знаю, ну, может быть, мне так кажется. 16 на 17. Mind Games начинается прямо сейчас. Ну, возможно, стоит сыграть второго медведя, да, для того, чтобы вот, ну, вот смотрите, в отличие от предыдущей игры у лайфкоуча сейчас очень хорошая рука, у него есть и два огромных голого глаза, и два врана воина, и две Экимы, кстати, всего по две совпадения, не думаю, что это сейчас у нас будет, оператор, оператор, создается копия карты, лайфкоуч выбирает менее жадный вариант, но более рискованный в том плане, что он умирает от Геральта Игни. Хорошо. Вран Войн, конечно, та карта, которая Нокшесу, например, в этой игре не дает абсолютно никакой пользы, так как она съедает юнитов, а ты играешь через усиление в виде боевого клича, а для этого тебе нужны юниты с красным показателем силы, то есть уменьшенным, вран же будет получать усиление, то есть это тебе неинтересно. Я, конечно же, про Кейсина. Но он может сейчас сыграть врана правее всех вот этих вот дев во втором ряду, и это, в принципе, вот, ну, да, сначала можно сказать, он его может просто сбросить сейчас с помощью Мышавура. Мышавуру, возьмите две карты и сбросьте две карты. Сбрасывается вран воин, сбрасывается медведь. Кейсин считает, что медведь ему уже не понадобится. Дикий медведь. Ну, тут, конечно, в этой игре преимущество за лайфкоучем. Видите, он только начинает выставлять свою вот эту вот комбинацию, если ее так можно, наверное, почему, ее так можно назвать, да, и вот сейчас уже, в отличие от той игры на Родовите, у Нокшеса уже нету столько контроля, и он, видимо, это тоже понимает, и сейчас, если лайфкоуч просто съест таким одного юнита своего, будь то оператора во втором ряду или какая-либо из ведьм, то он уже сразу достанет из колодок своих главоглазов маленьких, если они у него, кстати, есть. Вполне возможно, что их нету. И тогда запустит вот этот вот паровоз, появится, по крайней мере, в любом случае, два главоглаза на столе точно, а если у него есть еще и мелкие просто в колоде, то тогда это еще 9 единиц силы. Используется способность лидера. Вы знаете, Нокшес тут, он как бы, он уже в такой ситуации, что он понимает, что ему как бы надо выигрывать, но он также понимает тот факт, что его оппонент, ну, то он его догонит, да, и даже через две карты, и даже через три, и будут у него тогда проблемы потом. Возможно, знаете, лайфхол все-таки пожанничал, скопировав с помощью оператора двух воинов в ранах. Возможно, стоило скопировать огромного главоглаза. Может быть, это дало чуть больше не только пользы в следующих раундах, да, но и какой-то более, не знаю, защиты, да, тут понятно, что ты играешь против Скеллиги, у них не будет много контроля, но у них будет много, точнее, у них не будет много контроля вот мелкого, да, на вроде Грома Альзура или вот этих Болист или Трибушетов, да, у них будет там такие глобальные ремувалы на вроде Геральта Игни, на вроде Коралл, то есть, больше у него ничего не будет. Тогда бы, можно было бы взять спокойно ну и что, куда идет этот Кипран, куда идем с пятачком, а куда он нанес ведьму? Нокшес, Нокшес, ты уже, наверное, все-таки спишь. Ну и достается ли гологлаз из колоды? Нет, Лайфкош играет без гологлазов, он сейчас схватился за голову, как будто он что-то, а, он подставился под Геральта Игни, минус 20, минус 20, друзья, как же он подставился, я сам и не заметил, как он это сделал, а вот Кейсим отлично это заметил, он минус 20, просто уходит со стола у Лайфкоуча, как будто их тут и не бывало. просто, знаете, как выходит, когда Геральт на стол, он говорит, никак вы не научитесь, так вот, Лайфкоуч взялся за голову, возможно, он понимает, что это сейчас может стоить ему игры, но на самом деле, давайте будем оптимистами, не будет это ему стоить игры, потому что монстры на поглощении крайне сильны, наверное, стоило Лайфкоучу оставить, конечно, все-таки накера у себя в руке, тогда бы он сейчас хотя бы уже имел следующего, посмотрите, просто у него, а все, он не может продолжать, у него нету паровоза, он не может его двигать, и Нокшес, если вот этот Геральт Игни сейчас, конечно, выиграет ему игру, но Лайфкоуч, видите, пятнашка остается, так, тут у нас Гуль, вопрос, что он будет есть, если он будет есть из отбоя Лайфкоуч, то это три медведя у Нокшеса, да ладно, ну это просто дэкбилдер нового поколения, серьезно, а понимаете, в чем вот загвоздка против как раз, смотрите, вот это Конфимонстр, Лайфкоуч схватился за голову, но почему он это делает, он не проигрывает эту игру, он проигрывает как бы этот раунд, но это не игра в целом, я не понимаю, почему хвататься за голову, на него все отлично, он выигрывает на две карты, у него есть еще неплохие комбинации, у него 15 на столе стоит в конце от концов, которое может остаться и на следующий раунд, если бы Нокшес нажал пас, понимаете, поэтому ты не можешь нажать пас против монстров, в отличие от других фракций, у них что-то остается на столе, и у Адриана остается 15 с прошлого рауна, как забавно все-таки, да, получилось, сжег-то там Нокшес здорово, но вот этого в ран он буквально поставил, не так-то и поздно, он поставил его в рану, но вот это оказался именно последний юнит, который был разыгран из-за руки, и который остался после сажения тех самых отрядов Геральта Мэгни, Нокшес думает, думает, что же мне делать, в лайфхочи есть еще и способность догона, он может использовать ее для того, чтобы снизить силу карт на какой-либо стороне у Нокшеса и он нажимает пас, то есть, а, ну я понял, он развел просто лайфхочи на вот эту самую пятерку, ну лайфхочи сейчас может поступить умнее, он может съесть Акимы вот эту 15, и это будет хороший ход, потому что Геральта и Нокшеса уже нету, возможно, стоит отдать эту 16, лайфхоч, Адриан, она тебе не пригодится, прямо сейчас, просто, стой, можно сделать лучшее, можно ли сделать лучшее, а именно съесть, он может съесть враном 15 и поставить его в первый ряд Акиму, и тогда в конце хода новый Вран съест эту же Акиму, которая будет на 21 единицу силы, и у лайфхоуча останется 26, Адриан, неужели ты не видишь этот ход? Видит, все, он видит его, да, он его видит, 26 единицы сил остаются у лайфхоуча на столе, ну не 26, прошу прощения, там медведь нанес одну единицу урона, 26, это очень много, это очень много, это огромный урон, и у него есть ключ, которым он может воскресить какую-либо карту из-за боя оппонента, а у Нокшеса там карты весьма неплохие, скажу я вам, и заходит еще гологлаз, который надает ему комбинация, а у Нокшеса заходит карта, ну наверное, которую он меньше всего хотел видеть в себя, это разъяренный берсерк, который за два раунда уже усилился на три единицы, на две единицы силы, эх, сказал бы Геральт, эх, пушишки, ну посмотрим, может быть сможет еще Кейсим выкарабкаться из этой вот игры, все-таки преимущество как по картам он себе вернул, но тут надо с игр Дрифу играть, потому что, чтобы нужно максимальное преимущество по картам, мне кажется, или Нокшес там уже просто спит, Кейсим, просыпайся, а у тебя финальная игра, есть шанс еще выиграть, и будет, и будет сейчас прям сразу играться ключник, который достает платву, и достает еще медведя на 13, это то, что хотел воскресить, Нокшес, ну, друзья, я думаю, почему не используется, ага, у него есть Warcry, хорошо, хорошо, возможно, это еще не конец, возможно, я зря хороню этого парня так рано, но кандалы сейчас будут использованы на медведя, как же хорош лайфкоуч, действительно, все-таки, вот видите, ребят, никогда, никогда не торопитесь со своими ходами, потому что к вам может прийти в голову какое-то оригинальное решение, ну, проблемы, которые, например, возникли у лайфкоуча во втором раунде, и он, грамотно подумав, реализовал эту саму проблему в оптимальное для себя решение в виде 25 единиц на следующий раунд, а я вам скажу, это многого стоит в Гвинте, принять оптимальное решение, знаете, путем даже какого-то небольшого риска, ну, в виде отставания, например, условную карту, что у нас играет лайфкоуч, он играет блокировку на медведя оппонента, вот так вот, и заканчивается, а, хорошо, нет, почему, мой милый друг, ты должен делать не это, мне кажется, почему не воина анкрайта, а, он хочет пробудить, да, он хочет пробудить берсерка, слушайте, у нокшица есть шанс, на самом деле, да у него, понимая, а, он перенесет акины, нет у нокшица все-таки шанса, ну лайфкоуч очень хорош, действительно, он, он вот, смотрите, он сейчас все поймет, да, и просто передвинет эти 38 единиц, он передвинет их, хотя у нокшица есть опять-таки чистое небо, если тот, если кейсим не будет торопиться, у него все будет хорошо, но ему придется использовать варкрай чуть раньше, если он, если он додумается, медведь наносит одну единицу урона, хорошо, следующий будет гремист, отличный гремист, Адриан переносит, допустим, условно, свою, своей кимой он переносит в рано, на, второй или третий ряд, куда ему заблагорассудится, но тогда, слушайте, тут есть неплохие шансы у нокшица, потому что варкрай будет, ну, не скажу, что огромный, но, конечно, лайфхотч уже преимущество 52, давайте посчитаем, что он получит в любом случае, если он использует сейчас догона, как же он дубит, посмотрите, он очень сильно замкнулся, он может использовать догона на чистое небо, для того, чтобы достать накера, потом этого накера съесть кейроном, если не накер, ой-ой-ой, это гуль, что же он съест, 14, он съедает медведя, он съедает воина анкрайт, он съедает воина анкрайт, это очень решает, ой-ой-ой-ой, нокшица хватается за голову еще больше, покажите отбой нокшица, просто только что медведь, почему 15 карт в отбое оппонента, там наверняка много юнитов, но есть еще один воин анкрайт, есть еще один воин анкрайт, еще одна, как говорится, надежда, но тут надо играть этого самого, либо убивать плотву, кстати, Кейсим, ты должен увидеть это, ты должен убить эту лошадь, лошадь у оппонента, твой кипран не стоит столько, сколько ты думаешь, точнее, это твой анкрайт, это да, 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 он видит это, хорошо, молодец, Кейсим, давай, в плотву, в плотву, в плотву, родименькую, Кейсим, у тебя еще есть чистое небо, давай, давай, в плотву, хорошо, 41 на 69, 69 замечательное число, для того, чтобы продолжить эту игру, ну и погоды уже не будет, лайфкоуч, это знает Кейсим, наверное, надо ему следующим ходом, как раз таки использовать чистое небо, надеяться на еще одного медика, я честно не помню, есть ли он у него, так, съедает на керну, тут много сил, но не хватит, совсем чуть-чуть ему, я уверен, абсолютно, сейчас, нет, нет, сначала чистое небо, сначала чистое небо, посмотри, что у тебя оттуда, давай, Кейсим сейчас сам посчитает, что у него оттуда, но он использует почему-то грейместа первым, ну ладно, хорошо, так, сетапит тебе варкрай, слушайте, а может ли быть такое, что у него с чистого неба, например, если воин анкрай, то сколько это, это 10, 20, 28, если это воин анкрай, это еще, там 10, правильно, 28, 38, слушайте, Нокшес ведь может победить, если ему выпадет воин анкрай, там, или он, нет, он, наверное, не победит, скорее всего, на буквально где-то один поинт, там, Кейрен очень много сделает, да, 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 он не победит, к сожалению, ребят, так, ну и все-таки, кто это будет, медик, воин анкрай, он очень был близок, он очень был близок, но тут воин анкрай, Нокшес, тут воин анкрай, воин анкрай, ты уже не можешь отыграть от Геральтов Игни, и прочей, это такой гранд-финал, друзья, это просто, это просто, лайфхот считает, все, он победил, да, 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 он кивает, yes, yes, он говорит, я победил, Нокшес в это время сидит, очень обидно, очень обидно за этого игрока из Канады, за Кейсима, Александру, фамилию не помню, прошу прощения, и, ну, дай хотя бы варкрай, давай посмотрим, сколько у тебя будет очков, много, но где-то около сотни, 103 очка на 6 очков, Нокшес выигрывает гранд-финал, друзья, победитель Гвинт Челленджера известен, и это лайфхот, мы поздравляем лайфхот, все, конечно же, с победой, наверное, что-то они еще обсудили, ну, мы видим, что Нокшес тоже, в принципе, он, конечно, огорчен, но в каком-то смысле он доволен, друзья, это был суперский гранд-финал, действительно, и проигроки показали, что они, у них есть порох в пороховнице, и они могут показать, на что они способны, это было круто, мне очень понравилось, безумно, конечно, обидно Нокшес, он выбил Фио, он выбил Пронео, потом он выбил ППД, но я не скажу, что может ППД был сильным соперником, но ППД победил, вишел, да, тем не менее, это было клево, мне очень понравился этот гранд-финал, это было зрелищно, это 3-2, это 3-2, и это было очень красиво, на мой взгляд, я поздравляю лайф-коуча, я поздравляю Нокшес со вторым местом, это тоже весьма достойно, желаю им удачи, и надеюсь, что теперь они, мне кажется, теперь лайф-коуч точно останется в Гвинте, ну, а Нокшес, возможно, перейдет в него из Харцона, потому что после такого все-таки успеха на турнире, что-то может давнём и измениться, ну, а мы, друзья, точнее, я, друзья, с вами прощаюсь, с вами была Паречка, огромное спасибо, что посмотрели это, эту запись, так сказать, финальной игры Гвинченджера, которой мне, к сожалению, полностью комментировать не разрешили, но я надеюсь, что всё впереди, с вами был Паречка, большое спасибо за то, что смотрели, оставайтесь на связи, всем пока.